В эфире «Утро Карачаева Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро и начинаем новый день марта с погоды. В эфире «Утро Карачаевском», «Ногайском» и «Черкесском» Сборники изданы в рамках программы «Реализация государственной, национальной, конфессиональной и информационной политики в Карачаево-Черкесии». Данный проект направлен на воспитание у подрастающего поколения интереса к изучению родного языка, его истории и современности, народному устному творчеству. Ежегодно выпускают по несколько книг, чтобы в дальнейшем передавать в специальные учебные заведения, детские сады. И благодаря совместным усилиям Министерства по делам национальностей, представителей научной интеллигенции, преподавателям удалось издать книги на ногайском, карачаевском и черкесском языках общим тиражом 3300 экземпляров для детей дошкольного возраста. «Я считаю, что рождение книг – это подобно рождению детей. И сегодня три книги, которые вы видите представлены на этой выставке – это карачаевская книга «Анательда Ахулсус», это ногайская книга «Алтанкитап» и это черкесская книга «Цекураж». Все эти книги разработаны по стандарту, перенятому стандарту. И они так разработаны, что ребенку было доступно, интересно, красочно. Но так, чтобы это запоминалось. И думаем, что для развития языка и литературы народа в Карачаево-Черкесии эти книги послужат очень хорошим подспорьем. И я думаю, что такие проекты нужно вести и дальше. Также мы даже в книжном издательстве собираемся ввести несколько программ, которые будут поддерживать детскую литературу именно республики». МВД по Карачаево-Черкесии информирует жителей новых субъектов Российской Федерации о порядке предоставления государственных услуг по линии госавтоинспекции, регистрация транспортных средств и выдача водительских удостоверений для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Данная услуга осуществляется со вторника по субботу с 9 утра до 6 вечера за исключением четверга. По адресу Прикубанский район, улица Набережная, 145. И заглянем в календарь. Сегодня Всемирный день писателя и Всемирный день дикой природы. Деятельность человека чревата вымиранием сотен видов животных, насекомых и птиц, в том числе из-за незаконной ловли и последующей продажи. Сегодня Всемирный день слуха. Также сегодня день вкусного завтрака. Кто еще не приготовил, есть возможность прямо сейчас приготовить завтрак, угостить себя, своих родных и пожелать всем приятного аппетита. Новый информационный день продолжает совещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести Северный Кавказ», затем программы русской редакции. А в 14.30 «Вести Карачаева-Черкесия» с Аллой Динаевой. Всем удачной пятницы, приятных выходных и до встречи в эфире.